как то любой человек который начинает интересоваться каким-то вопросом я тоже начал искать и читать все в интернете про минивелла и как ни странно но в основном разные производители делают акцент на скорости куча минивелла у которых узкие рамы под узкие покрышки бараны они позиционируются как скоростные велики типом мини шоссе ников а потом я наткнулся на другой совершенно минивелла белый orange ней трина это было идеальное попадание высокая рама можно обвесить туризм можно обвесить под скорость можно пихать кучу сумок а можно оставить ее чистой лезет толстая резина ригидная вилка железный идеальный велосипед минус конечно тоже есть дорогой собака но если поискать аналоги что я собственно сделал то я нашел вот снова гранит по сути это копия почти копия белоранж он там кое-где в деталях отличается но он взял самый главный идею рама высокая от жирную резину формате 29 сегодня я хочу собрать основные тезисы которые были написаны про белоранж в разных статьях в разных источниках про гранит не особо чем много написано и исходя из своего опыта эксплуатации вот этого велика то я их просто прокомментирую что правда что неправда так сказать заочная дискуссия мы будет с иностранными журналистами из разных точек планеты искать а спида итак bikepacking.com широко известный в узких кругах ресурс насыщенный жизнеописание велосипедных журналистов которые носятся по разным странам перед обзоры на велики и шмот не обошло это участие велоранж большая статья которую я прочитал там она не одна даже две которые журналист делится впечатлениями от своего тест-райда на минивелла велоранж он катался как обвесе так и без обвеса на разных покрышках в общем самаре тезисно пройдемся по его так сказать впечатлениям и сравним тезис 1 благодаря длинной рулевой трубе и низкой высоте нейтрино идеально подходит для райдеров невысокого роста это уникальный байк который предлагает невероятную увлекательную основу для множества интересных и разнообразных сборок правда у меня ростовка эль на моем граните но если взять им представить невысокую девушку там 160 сантиметров плюс-минус то это будет для нее идеальный велик вы можете взять с собой в велопоход на покатушку и она не будет страдать на двадцать девятом плюсовике минивелла вообще это идеальный подарок для девочки для подростка киндера ну это если вы не рассматриваете складные велосипеды ну и поскольку все основные размеры в раме минивелла универсальны то его можно собрать хоть под тяжелую грязь там хоть под асфальт на 451 тезис 2 оснащенный передним багажником и еще имея возможность разместить сумки внутри рамы потому что куча бонок этот минивелла обеспечивает стабильный предсказуемую управляемость большая часть веса расположена низко и прямо над колесом правда рама сделала в стиле грелл и есть и бонкина в перьях вилки и возможность поставить объемную внутри рамку все это сделано для правильного распределения груза веса в раме для скорости по колеса небольшого диаметра не так сильно гуляют и не застревает на препятствиях неправда тут как раз все точно наоборот 20 дюймов втыкаются в корни между корней гораздо жестче отрабатывать гребенку в общем нужно ездить более технично чем от 29 дюймов ну или играть давлением на толстых покрышках маленькие колеса крутой угол наклона рулевой трубы а также жесткая вилка и отсутствие амортизатора делают езду довольно жесткой и ухабистой правда black snow гранит очень жесткий велосипед вообще если кто-то думает что это сталь она должна где-то флексить что-то смягчать ничего подобного он супер жесткий и это преимущество если вы гоняете по асфальту в городе ну и соответственно это же и недостаток если вы ехали на грейдер который там уходит до горизонта в случае гранита как и у нейтрина вилла оранж реально критичен выбор резины нужны покрышки жирные которые вы сможете и приспустить или подкачать но главное чтобы приспущены они подламывались по разродились поликарки это апогей динамичного городского велосипеда предназначенного для жесткой жесткой эксплуатации в городе за его пределами табуретка получилась зачетная динамика разгона и маневрность выше всяких похвал рубилово в городе гарантированно что с этим трудно поспорить потому что действительно можно в городе можно не в колесики разные зубастые гладенькие баран можно поставить можно просто палку воткнуть сидушечку любую и гонять перед для того чтобы гонять положительные эмоции гарантированным факт правда п.с. можно ли сравнить мой минивелла с бронтоном нет друзья нельзя представьте себе метро утром и себя с велосипедом как вы пакуете минивелла в чехол пытаетесь тиснуться и так возможно каждое утро если ваша дорога не обходится без метро в этой ситуации работа только складной велосипед и бронтону ну или там прочим складным великом особенно когда не сказаться в три раза как бронтон конкуренции нет вот как только у вас нет или выпадает на маршруте метро минивелла идеальный вариант то же самое и с работы кстати если есть возможность безопасно ставить велик где-то закрытой территории подземный паркинг так далее минивелла это идеал если такой возможности нет то без складного велосипеда вам не обойти не обойтись так что минивелла отлично дополняет складный велосипед два велосипеда закрывают все потребности реально